Понимаете, вот взять, принять вот этого человека, как только принимаешь своего мужа, допустим, да, который ушёл, ну он там предал, там сделал глупости там разные, ты принимаешь, когда его просто хорошо, вот человек так поступил, ничего страшного, помолилась, подумала о Боге и так раз, раз, постепенно приняла с помощью энергии Бога, это называется милость, то есть она сейчас его проклинает, а надо его принять просто, потому что проклятый человек назад не вернётся, он будет идти путём проклятия, будет получать по башке, но назад вернуться, это же милость, для этого надо простить человека, принять, и если человека принимаешь, только по милости Бога возможно, потому что он же несправедливость совершил, в сердце не переваривает эту несправедливость, там же скачет, вот, но если ты в результате молитвы, в результате святости принял человека, у тебя сердце успокоилось по отношению к нему, то ты сразу понимаешь в этот момент, что ты сам конкретно сделал не так, что это породило его поступок, и тогда всё становится в балансе, понимаете, часто у человека нет этого баланса, он не понимает, почему так вообще со мной поступили, вот есть вещи, которые ты не видишь в себе просто, и всё, и надо это принять от старших, часто кажется, что я вот такой мягкий, пушистый, а все вокруг скользкие, вонючие, что это они так со мной себя ведут, а ты такой тоже самый, просто ты себя таким не видишь, приведу пример, как мы воспринимаем себя, это было давно, но это было очень сильно впечатлило меня, поэтому всегда вспоминаю этот случай, это было где-то лет 10 назад в Риге, один мужчина пришел на лекцию, он сел на первый ряд, и мне казалось, что он хочет меня убить, у него был такой взгляд, как злой очень, он смотрел на меня злыми глазами, реально, ну я как бы читал лекции, потом постепенно по каким-то признакам внутренним я понял, что он не хочет меня убить, что у него просто такой взгляд, и всё, но это было очень необычно, трудно было это принять, и после лекции он ко мне подошел, он говорит, Олег Геннадьевич, у меня три высших образования, много друзей добрых, но когда я с человеком только встречаюсь, он меня боится почему-то, я говорю, а вы на себя в зеркало смотрели? Он говорит, я когда на себя в зеркало смотрю, у меня такой добрый взгляд, потому что когда человек на себя смотрит, у него всегда добрый взгляд, а когда он смотрит на других, то начинает действовать его судьба, и самое удивительное заключается в том, что мы не знаем, какой у нас взгляд, вот в чём прикол, мы не знаем, как мы смотрим на людей, особенно на близкого человека, мы не знаем этого взгляда, если бы мы знали, мы бы с ума сошли, зачем же я так смотрю на близкого человека, мы смотрим глазами своей судьбы, а не глазами, которые мы понимаем. Запомните это, я ему объяснил это, и он понял. Говорит, а почему у меня такой взгляд? Я говорю, ну это идёт из прошлого, вы сейчас не такой человек, но раньше вы были таким. И люди смотрят на то, каким вы были раньше, а не таким, каким вы сейчас. Вот в этом вот сложность нашего понимания. Часто бывает так, что я вроде бы как бы нормально, но меня почему-то по-другому воспринимают. Это осадочек с прошлого у тебя через твои глаза действует. Особенно, когда приходит время. Приходит время, и люди сильно видят этот осадочек. И мы с этим ничего не можем сделать.